Нынешняя тренировка для Спартака Приморья одна из последних перед выездом. Команда идет в верхней части турнирной таблицы и борется за первое место в Суперлиге, уступая лишь Самаре. 19 марта команда сразится с аутсайдером чемпионата в Рязани, где накануне встретит день выборов. К этому событию игроки подготовились заранее. Защитник Василий Бабайлов раньше голосовал только в родной Перми. 18 марта он впервые бросит бюллетень не по месту жительства. Я пришел в МФЦ, выбрал участок, который мне будет удобно, где я буду в Рязани. И мне дали бумагу, я могу там проголосовать все удобно, свободно. С нынешнего года любой гражданин России может выбрать участок для голосования в том городе, где будет находиться 18 марта, без всяких открепительных удостоверений. До этого до 12 марта ему нужно обратиться в МФЦ, в территориальную избирательную комиссию или участковую. Последний вариант – самый популярный среди спортсменов. Самый массовый и доступный вариант для наших граждан – это участковые избирательные комиссии. С 25 февраля двери всех участковых избирательных комиссий в стране открыты для приема избирателей. И гражданин может обратиться, опять-таки подчеркнув, в любую участковую избирательную комиссию и выбрать любой избирательный участок. Это очень удобно для спортсменов, которые постоянно перемещаются по стране и могут 18 марта находиться далеко-далеко от дома. В Приморском крае заявки на голосование в других регионах подали уже 10 тысяч человек. Центровой «Спартака» Максим Кривошеев сделал это, не выходя из раздевалки. Через портал госуслуги он выбрал избирательный участок в Рязани рядом с той гостиницей, где и разместится команда накануне важной игры. Я как гражданин России хочу выполнить свой долг и пойти на выборы, но так как у нас календарь очень плотный и получается это выездная игра в Рязани, я пойду на выборы в городе Рязань. Стоит отметить, что «Спартак» Приморья сейчас находится на втором месте в Суперлиге. Красно-Черные готовятся начать заключительную серию игр в этом сезоне. Максим Яковлев, Александр Бортовщук, новости на восьмом.